Народ, привет! Снова мы с вами. Снова мы в Дубае. Снова здесь классная жарка. И позади нас рынок специй, текстиля и сувениров. Находится он. Через Дейру мы переехали. И где он конкретно находится, мы вам сказать не можем, но мы вам показать направление. Смотрите, Голден Сук, Корниш, Эль Мактум Бар Эль Гахут, Ол Баладия. Разворачиваемся, и здесь рынок. Ну что, идем смотреть? Посмотри, вон указатель метро туда. То есть какое-то метро здесь тоже есть. Вы знаете, мы не были два с половиной года, и очень много всего настроили. Ближайших метро, это очень удобно, классно. Мы сейчас будем показывать и рассказывать вам. Здесь есть не только специи, хотя называется рынок специй. Есть магниты, сувениры, есть ткани. Ну и, конечно же, все здесь специи. Кстати, вот такие вот сувенирчики, верблюдики, очень классно покупать детям. Они очень радуются, это такой реально эмиратский сувенир. Класс. И такая котомочка, смотрите, прелесть. Ну вот специи, смотрите, разные-разные специи, которые вы можете привезти от шафрана до корицы и до кассии. Знаете, да, что это вот называется кассия? Это не настоящая кассия. Мы это рассказывали в нашем видео, как мы делали масалу чая, да, Наташа? Да. Аккуратно здесь стульчик. Ну, давай, идем дальше. Магнитики, брелочки, кепочки. Дошелечки, шапочки. В общем, все, что вы можете найти и купить на рынке. Ткани, кстати, тоже очень много платочков. Я не знаю цены, но, скажем так, в кариколиум, в магазине, да, тоже можно много платочков привезти. Лучше сказать, что у тебя аллергия, не, не, спасибо, не надо. Сказать надо, что у тебя аллергия, потому что, в общем, люди сильно пристают, бегут. Ну, такая жизнь, все хотят, чтобы ты у них купил что-то. Спасибо. У нас кто-то из подписчиц, по-моему, Люда, просила попасть на восточный рынок. Ну вот, все, Людачка, тебе привет, твоя мечта сбылась, сейчас покажем тебе. Смотрите, день добрый, уже так выучили, все классно. Ну, а что делать? Да, молодцы. Чаи здесь, вот специи снова такие, таких разных этих. Не-не, спасибо, спасибо. В Эмиратах уже научились говорить по-русски, прикольно. Даже такое дело-то, ну, не аптечное что-то там, где зубные пасты, как олейка. А вот песок, кстати. Песок из пустыни, ну, он тяжеловатый. И как и надо дать Наташе, такой самый бесполезный подарок, потому что он тяжелый очень. Мне как-то подарили такой подарок, и пока еще стоит, вывезти я его не смогла. О, кстати, масла. Смотрите. Тоже здесь есть целый магазин масел, целый магазин специй. Вообще, очень круто. Вы должны себе отдавать отчет, что здесь, в принципе, будет дороже на самом деле, правильно? Да, потому что... Конечно, люди здесь стоят, люди здесь должны зарабатывать. Правда, кошелечек бы я купила. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, почему кошелечек. Ну, я не хочу тратить деньги. Я понимаю, что... Нет, спросить-то можно, но... Нет, спросить можно, но надо будет вам торговаться до потери пульса просто, потому что точно, ну... Ну, очень много про продавцов говорят на русском, действительно, хотя бы пару слов. Данта, шестовая. Портумерию, как бы, опять же, вот, партумерию, я... Ну, не то, что не рекомендовала. Если вам понравится, если у вас устроит цена, конечно, берите. Ну, в принципе, я не знаю. А вон, который хочет, давай спросим цену, ну, серьезно, ну, давай спросим цену, вот, давай, просто, вот. Ну, я хочу побольше. А, ты побольше хочешь? Ну, это вот такие, которые мы в Турции брали. Я хочу побольше. Ты просто, вот, смотри, сервис Турец, this is how much? This is $2.5. Ну, скажем, в Турции можно купить дороже, можно купить дешевле. Нет, мне надо большое. Do you have bigger? No, no. Ну, окей. Смотрите, какие-то штанишки. Потому что сюда денежки не влазят. Россия? Украина, Украина, Украина. О, Европа. Yes. Снова цены, футбольные футболки. И вот дальше такой проход, можно идти дальше и дальше, и дальше, и дальше. Каждый человек должен заработать денежку. То есть, все мы осознаем, что цена, в принципе, ну, понятно, выливаетесь. Ну, она в центре. То есть, каждый хочет заработать денежку. Товар, в принципе, однообразный. Не эксклюзивный. Но побывать, конечно, стоит. Бывает, кстати, запахи. Вот мы идем сейчас, наслаждаемся. Мы как бы не нервничаем, не дергаемся. Нам ничего не надо просто. Ничего не надо. Каждый тебя пытается заманить куда-то. Ну, кто был в Турции, в Египте, вам эта ситуация знакома. То есть, кто был в Турции, в Египте, вам эта ситуация знакома. Спасибо, все есть, все есть. Все есть, только... Нет, все есть просто. Вот, ну, все думают, что мы туристы, просто они не знают, что мы живем в Эмиратах. Они не знают, что нам ничего не надо поставить. Вот такие вот дела. Все очень красиво. Hello. Бразиль? Мой Бразиль. Украина. Yes, Шевченко. Я надеюсь, что он имел в виду нашего поэта, Тараса Шевченко. Конечно, поэта. Я тоже думаю. Ну, не Андрея же. Ну, да. Так, что это все маленькие кошелечки? Да, Индиго, Индиго. Индиго. Вот, Наша хотела большой кошелечек. А, ну что, мы уже рынок прошли, что ли? Ну, да. Давай зайдем с другой стороны. Там же еще какой-то проход есть. Ну, есть все здесь есть. Давайте посмотрим. Ну, кстати, вот, наверное, те платочки, которые вот здесь вот мальчик сидят, они, наверное, дешевле, чем на рынке. Нет, ну туда и мы можем пройти. Нет, давай, давай еще походим. Смотрите сюда. Ты нахи давай. Вот это цифра, да? Да, нет, спасибо. Спасибо, спасибо. Иди сюда. Сюда иди. Я сказала. В принципе, кто спрашивал, почему мы не часто ходим по восточным рынкам? Ну, вот поэтому. Я не люблю навязчивость. Да, мы не любим этой навязчивости. И, с другой стороны, мы понимаем, что им нужно продавать, как бы, что это. И, честно, если вы турист, вам будут завышать цену. А здесь хозяйственный, видишь? Да. Здесь уже более жизненным. Тут уже более жизненный. Если вы турист, вам будут завышать цену. Если будет белый турист, вам будут завышать цену в два раза. Вот тут хозяйственные магазинчики. Если вам, короче, нужна домой сувенир. Такая эмирадская швабра. оригинальные сувениры будут вы порадуете своих друзей или крючки то вам вот сюда вот поэтому сложно просто отбиваться от них это сейчас мы ждем не обращаем внимание а когда мы только начинали путешествовать такого опыта не было и честно ну так себя чувствовал не уютно и все специи мы покупаем в каррифоре да все специи в каррифоре там умеют красиво запаковать и видео оставлю в описании это досочки для скейта это моего прям класс он спортивные всякие темы хорошие эскейтики велосипедики наташ велосипедик ты хотела смотри для тебя как раз нет а ты розовенький хотела я забыла зиме так ну вот такие вот тоже здесь есть тарелочки красивые я думаю посуда у всех есть такие вот улочки да так ласток проходите красивые такие чайнички какие-то эту коллекцию просто подождите дайте я увеличу это просто красивая коллекция ого а это просто целая коллекция для еды да ну это все вывозить еще кто здесь живет да можете пользоваться но кто приехал как турист подумайте хватит ли у вас место в багажении будет ли перевеса что немаловажно поверьте оси и катал а давай по этой улочки нет нет да я загляну наташа не любит просто ходить по таким улочкам буша к нам пристают сильно людям зарабатывать на зато фонарик какой красивый смотрите а здесь прям о заколочки такие тела заколочку все кстати смотри а здесь и столько вот а пензочку ты уже купила ткань вот ткань кстати там еще никто не подошел здесь так что здесь все нормально вообще про проходить пози когда прохладно еще хотя у меня футболка мокрая хоть и выкручивай вот сейчас уже восемь вечера но жаришка такая бешеная ты прям смотрите какие заколочки да интересные наташ я приглашаю вас в еще один заколочек смотрите вы не хотели сюда идти на мы пришли и все нормально а смотрите вот вот привет котики кот котики в дубае тоже очень очень баллово напоминает стамбульских котиков я хочу заглянуть заколочек я по я показываю людям рынки ночной дубаев а вот заколочек сейчас приду сейчас загляну только наташа вообще абсолютно не хочет сюда идти ну вот дальше идут рыночки идет улица вот такие вот домишки а здесь уже живут люди но такие не богатые естественно ну мы сами даже бедная вот крутые местные здесь не живут все один наташ он кусочек этого пластика привет красавчик это такой типичный арабский код такой вытянутый да все свалилось у меня уже так под льется что даже не знаю просто жесть здесь и мечеть здесь здесь ноги моют мужчины чтобы зайти и помолиться мужская мечеть для для женской специальные вот смотрите вон золотой рынок кому нужно и дом наследие и элях магия школа кому надо и ресторан в общем вывески есть и вот мы уже выходим смотрите из как нас нас течет не просто вытираются липкая жира липкий пот сильно фух до 8 вечера друзья мои кстати овеля не такой влажности нету вот дубаи да потому что море рядом точнее залив я под маской просто на текло дико ну вот короче смотри дом выстроились до этого дома точно не было ну вот мы уже заканчиваем наш проход по такому восточному рынку точнее это был пробег мы не цены не спросили не пробежали на цены такие торгуйтесь и будет вам счастье вот но еще лучше конечно из таких вот уголочных брать что-то потому что нет такой конкуренции и люди адекватно общаются вот много сувениров много всего самого и бурж халифа есть и все это но мы пока еще сейчас вот попрощаемся с нашими с нашими подписчиками все народ друзья мои ставьте лайки и пусть все будет хорошо в общем такое сегодня видео было очень 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 быстро и мы пробежали по рынку специи показали что такое восточный рынок показали почему туда ходить не хотим ну сняли для вас видео поэтому ждем порции лайков комментов подписывайтесь все очень жарко всем пока